Сказка-ложь, давний намёк, интересное театрализованное представление, яркие костюмы и блестящее перевоплощение в образы – всё это было на маленькой сцене детского сада. Голосистый детский хор пел весело и звонко, знаменитые строчки маршака. По сюжету богатая кошка не приютила племянников котят в своём красивом доме и в итоге осталась на улице в поисках крова. Ты к постели, свинья, я осталась без жилья, буду мыть себе посуду, поросят качать я буду. Не твоя гума печаль, поросят моих качать, а помойная корыта, хорошо хоть и не мыта. Побывала главная героиня не в одном доме, но пристанище не нашла даже у друзей. Рады ей были только племянники. Реалистичные декорации спектакля были продуманы до мелочей. Сказка смотрелась на одном дыхании. Представлением остались довольны и маленькие актёры, и благодарные зрители. Спектакль просто очень понравился, очень обалденный. Дети все молодцы, все абсолютно. Прям даже нет слов. Хорошо прошёл спектакль, дети молодцы. Они, надев костюмы, почувствовали в себе такую ответственность и так хорошо и выразительно сыграли роли. Мы все очень довольны детьми. Спасибо им. Родителям очень понравилось. Мама даже плакала. Получилось очень красиво. Мне очень даже самой понравилось. На телевизоре потом посмотрю. Премьера прошла на ура. Но всех огорчило расставание с одной из актрис. Девочка с родителями уезжает в другой город. Ничто не постоянно. И уже в следующем году новая старшая группа покажет новый интересный спектакль. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.